Процесс пошел, на нее же нажмешь, пауза будет. Вот такой вот субарик приехал в гости, где Саша. А пластик, наверное, тут очень толстый, у нас в первого раза не прогреешь. Холодно ж на улице, на улице холодно, девочка, на улице холодно, но фен горячий и завтра снег обещают в городе нашем. Самое главное, что теперь можно потянуть за что-то, да? Если бы был автомобиль, он бы, наверное, помялся. А так, блядь, была нахуй какая-то цветочная клумба. Я думаю, что да, он слишком сильно туда задавился, блядь. Он задавился там, задавился. Ну, нам-то надо все... Обратно выдавить нам? Можешь подогреть? Да. Греть надо по местам излома, да, не в середине? Да. Как-то очень совсем некрасиво пока еще. Ну, что взлома острова, да нет, довольно красиво есть. Ну да. Штуку обратно достать, нужно, блядь, из чайника его поливать, горячей водой, блядь. Ну, знаешь, и пиццу. Не так руки ж палишь. А так вроде фенок. О! Беспокрасочное удаление в мячике на пластике. Процесс нашел, блядь. Да куда вам денег надо? Вот. Вот что держит. Вот это ребро. Ага. Сейчас, если погонишь, через полчаса в 5. Все готово. Можно забирать. Можно забирать, да? Да. Самое интересное, чтобы теперь эти впуклости и выпуклости убрать. Пуклости и выпуклости. Неудачно он, конечно, тут под это сламывался. Но а что дело? Пуклости и выпуклости. Вот еще яма. Вот. Когда круглая, блядь, она как бы свою форму принимает, да? Ну да, видишь, вот они ямы есть. А вот эта, видишь? Она уже залезла. Этим местом, да. И вот тут шишат обалденный. Вот ребро. Сейчас вот это ребро надо убирать. Вот. Которая. Ага. Ну пусть она стынет, подумает. Она внахлёст. А вот сверху снимите. И его видно. Видишь? Вот она. Шишака. Да, вижу. И вот она. Это надо условно забивать, а вот эти вмятины поднимать. Ну да. Вот. Иначе тут надо шпаклевки, ведро на него. Ну у нас же нет столько шпаклевки, поэтому... Да, откуда у нас столько шпаклевки? У нас столько нету. В результате манипуляции получился следующий бампер. Затёртый в одном месте, где была трещина. Ну всё остальное отложим на завтра. А может быть на послезавтра. Продолжается эпопея с бампером. Вот здесь вот у нас была трещина, треснутый бампер. Расшлифовал до 320. И протянул первый раз стеклом. С внутренней стороны там сейчас плохо видно. Вот там как бы есть. Потом это надо усилить, потому что бампер в этих местах гуляет. Но до начала закидаем стеклом. И ещё вот здесь вот... Вот она вмятинка. И здесь надо будет, наверное, всё-таки прогреться и ещё чуть поддавиться. А потом уже шпаклевать. Ну тут как бы я почему стеклом накидал так? Чтобы заклеить трещинку. Вот она выставится сейчас. А потом лишнее всё сотрётся. Такие, короче, дела. Была показана одна сторона, а вот вторая. Хозяева художничали по царапинам. Вот такая вот красота. Процарапались и красиво всё закрасили. Ну, естественно, это надо будет делать. Переделывать. Так что будем работать и с этой стороной тоже. Ну, я думаю, здесь проблем нет. Здесь лёгкие царапины. Вот. Здесь как бы проблем таких не будет. Вот. Чуть-чуть нарисовали. До утра просохнется, просядется. Потом посмотрим. Это шпаклёвочка по пластику. Вот. Чтоб уже один раз перетереть, чтоб долго не морозиться. Так сказать, муляж сделан. Кое-где подвыдавил ещё на горячую ямку. В этом месте две ямки ещё было. Вот здесь ямка была. Здесь. Вот. Подвыдавил. Сейчас вот подзакидал. Посмотрим, что будет завтра из этого. После шлифовки. Пришлось ещё раз прошпаклевать. Вот этот косячок, мы помним, пропустил. Вот здесь вот. Вот эта вот бровка. Здесь не пишется. Пришлось перешпаклевать. И вот здесь вот тоже. Так как-то ещё, на мой взгляд, некорректно было. Тоже пару раз по шпаклёвке вывел. Теперь надо закрывать грунтом. Посмотрим, что дальше получится. Ну, в общем, уже всё выведено. За исключением вот таких нюансов. Где-то ребрышко не туда, где-то там. Вот такие вот нюансы. А, в общем-то, уже вид есть, что он на бампер похож. Ну, с этой стороны вообще как бы всё нормально. По грунту всё вывелось. Перешкурилось. Вообще всё нормально. Вот. Можно под покраску. Вот. Всё высохло. То, что мы наносили. Вот здесь вот закапано по шпаклёвочке ещё. Вот. Вот здесь тоже подзакапал я чуть. Потому что вот этот кантик не получался. Пришлось вот выводить. Вот здесь была шпаклёвочка. Ещё надо подвывести. Такие косички вот моменты. Вот он, вот он. Есть. Вот на что ещё обратить внимание. Так вроде бы плоскость всё. Но это визуально. А сейчас, так сказать, инструментально нанесём проявку и будем шлифовать. Посмотрим, что из этого получится. Вторая перетирка сейчас будет. Ну, вот видно. Вот в этом месте. У нас ещё такое, как бы, зона просадки. Вот это же было пошпаклёвано. А здесь более-менее всё подвывелось. Но, поскольку лежит толстым слоем, можно ещё раз перетереть. Возможно, что и выйдет. Здесь у нас тоже, как бы, получается эта ткань. Лантик. Вот он. Явный тут. Потом он так плавно на нет сходит. Перетираем второй раз. Получается, что вот эта часть, как бы, вырисовалась. Теперь у нас плоскость вот эта. Вот здесь, вот в этом месте, как бы, проблемный участок. Который надо растушевать. Если не получится, значит придётся сюда доложить ещё немножко грунта наполнителя. И снивелировать. Ну вот, всё стало ясно. Всё-таки здесь, вот этот участок, надо немножечко добавить. Здесь такая вмятинка играет. Конечно, можно это всё перетереть, подзагладить. Будет маленькая там мятинка еле заметная. Ну, мы этого делать не будем. Поскольку ещё вот здесь тоже немножечко оно так, честно говоря, скажем так, быкует. Где-то ровно, где-то неровно. Сейчас по-любому ещё раз, два, три, сколько надо будет уже до прошлифовки выведу. И потом ещё раз всю детальку кину грунточком. А на завтра уже она будет, скажем, готова. Её только выводить уже в ноль под покраску. Ничего страшного. Всё будет нормально. Вот видно тоже здесь ровненько, красиво всё сходится. А здесь вот линия идёт и уплыла. Вот здесь тоже надо подрезать. И вот этот тканчик тоже выводить он здесь такой явный. А у нас получился плавный. И вот заплыв туда, куда не надо. То же самое выводим, чтобы всё было красиво. В данном случае это уже грунт. Я пытаюсь нарастить вот эту часть. Вот здесь ребрышко у нас будет. Сейчас попытаюсь это всё дело нарастить. В тех местах, где не хватает для начала. Будем выводить теперь вот такие все бровочки, ткантики рисовать. Вот при помощи проявочки, шкурки, жёстких и мягких шлифочков. Продолжаем работу. Грунт, кстати, очень хороший. Этот Боди 3-3-3. Вот, но, на мой взгляд, он как бы неожиданно оказался... Хоть он и порозаполнительный, но жидковатым. Ну, это моё мнение, как бы. Ну, тем не менее, высох он быстро, хорошо шлифуется в пыль. Слой я достаточно хороший положил сюда. Вот, советую попробовать этот грунт. И сохнет он довольно-таки быстро. Вот здесь у нас кант идёт, здесь такой плавный кант идёт. Вот в этом месте. Вот здесь надо подровнять. Вот мы смотрим через проявку. Вот он кант идёт такой слабенький, он тут теряется. И вот он кант идёт, плоскость. Сейчас меряем линеечкой. В данном случае у нас здесь получается 6 сантиметров. Отмечаем, а вот отсюда он уже начинает плавно теряться. И вот в этой области здесь он теряется. Просто клеим изоленту. Вот. И не изоленту, а скотч малярский. И через него плавно рисуем кантики. Слой у меня везде достаточно толстый, так что лёгкие канты нарисовать вполне реально. Сейчас я покажу, как это получается. Вот здесь нам кантик надо нарисовать. Здесь кант, вот видно, он расходится вот такой ширины. Он должен быть 10 миллиметров. И выходить вот до сюда. Вот так остренько, так же как здесь. И здесь должен быть небольшой кантик, но он вот в этом районе есть, а потом дальше он теряется. Всё, начинаем шлифовать. Вот он получился. Кантик здесь очень даже хороший. Мы терли вот протертые части с этой стороны. Теперь всё делаем с точностью до наоборот. Приклеиваем отсюда и шлифуем здесь. Здесь наоборот заклеиваем отсюда, шлифуем здесь. Вот и получаются у нас кантики. А потом мы их будем размывать. Потому что вот в этой части, вот в этой части, здесь он начинает плавно теряться. Здесь вот в этой части он уже плавно теряется. Тут кантик где-то сантиметров 6-7. И вот этот кант надо будет ещё подвывести, чтобы он вот так, как здесь, красиво был виден. Вот они, кантики видны. Постараться это надо вывести. Здесь виден кант. Вот он идёт, идёт, идёт. И тут он уже, грубо, 5 пальцев. Он сюда уже начинает теряться. Ну да, вот он наш банк. Потому что чуть увлеклись техпроцессом и не сняли. Вот, хотя бы надо сейчас... Вот ремонтная зона была. Вот здесь. И вот здесь была ремонтная зона. Вся бочина была поцарапанная. Ну, это была. Вот. Всё ровно, всё чётко. А тут так, финиша нету. Ну, и нет, и нету, блин. В тёмном, как бы, ещё сниму. Ну, вот эти царапины мы, конечно. не стали делать. Это было. А вот то, что есть. И сейчас попробуем на свету ещё раз подъехать на свет. Ну, вот. Пытаемся фонарей снять ради интереса. Всё, в принципе, нормально. Ха, смотри, в жёлтом цвете показывает. Смотри, прикол. Как будто жёлтый цвет. Ну, и вот эта часть у нас тоже. Всё ровно, всё красиво. Такие спартанские получились условия для съёмки. Ну, поверьте, всё здесь аккуратненько получилось. Всё, всем удачи, пока-пока.